В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутаты муниципалитета выбрали нового главу городского округа. Первостепенная задача не утратить того темпа, который был набран, потому что планы на этот год, они уже составлены. Состоялся круглый стол под названием «От проекта до объекта» для предпринимателей, проектировщиков и застройщиков округа. Об услугах, которые оказывает Центр содействия строительства, о той помощи, которую мы оказываем застройщикам в получении исходно-разрешительной документации. В библиотеках Подмосковья продолжается акция «Про героя», посвященная грядущему 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ими боевыми товарищами обеспечивал четкую и бесперебойную радиосвязь командование армии с фронту. Состоялось третье заседание Совета депутатов муниципалитета. На повестке дня стоял один вопрос об избрании главы Ленинского городского округа. Избирательных округов в Ленинском городском округе 30, действующих депутатов 30, присутствуют на заседании 29. Порум есть, можем приступать к работе. Третье очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа объявляю открытым. В третий раз депутаты собирались в нынешнем составе. И сегодня повод для собрания особой. Народным избранникам предстояло выбрать главу Ленинского городского округа. Незадолго до этого состоялось заседание конкурсной комиссии, которая рассмотрела кандидатуры претендентов на этот пост. Результаты в своем выступлении озвучил председатель комиссии Владимир Жук. Считать прошедшими конкурсный отбор кандидатов Спаскова Алексея Петровича, Липова Амана Владимировича и Добрынского Сергея Сергеевича. По этим кандидатурам и предстояло проголосовать депутатам. Стоит отметить, что каждый из них мог отдать свой голос только одному из кандидатов. И победитель определялся простым большинством голосов. 25 из 29 присутствующих народных избранников проголосовали в пользу Алексея Спаскова. Председатель Совета депутатов Станислав Радченко прокомментировал такое единодушие своих коллег. Вновь избранный глава Ленинского городского округа Алексей Петрович, достаточно известный в Московской области, возглавлял ранее Каширу. Я думаю, что как раз его курс это будет продолжением тех начинаний, которые мы уже успели за время предыдущих советов депутатов сделать. И я думаю, что его работа, его слаженная конструктивная работа совместно с советом депутатов даст положительный результат на нашей территории, нашего округа. Понятно мнение депутатов и с другой точки зрения. Более трех недель Алексей Спаский исполнял обязанности главы Ленинского района. За это время его рабочий график был заполнен встречами с жителями, руководителями муниципальных служб и подразделений. За это время у теперь уже главы городского округа сформировалось определенное видение развития муниципалитета. Первостепенная задача не утратить того темпа, который был набран, потому что планы на этот год, они уже составлены, они включены в программы, достаточно значительные. И исполнить их это наша первоочередная задача. Я считаю, сложился неплохой контакт с советом депутатов, с несколькими партиями, поэтому и с выездах территории, и те советы, которые они какие-то проблематики, которые они ставят, это очень помогает работе. На следующей неделе Алексей Спасский выступит перед жителями городского округа с традиционным ежегодным отчетом о деятельности муниципалитета. Ежегодный отчет о работе власти не просто традиция, а жизненная необходимость, поскольку в цифрах и фактах наглядно видно, что сделано и что еще необходимо выполнить для комфортного проживания людей. Глава сельского поселения Развилковская Мария Комардина отчиталась перед местными жителями о деятельности местной администрации за 2019 год и о перспективах развития на 2020. Подробности в сюжете Натальи Буслаевой. 13 февраля состоялся отчет главы сельского поселения Развилковская. В нем приняли участие заместитель главы Ленинского района Сергей Гаврилов, представители учреждений здравоохранения и образования, старосты деревень, а также местные жители. Именно учет мнения населения, как отметила Марина Комардина, всегда было приоритетным в планировании расходов бюджетных средств. Нам не удалось, конечно, сделать все, что хотели, потому что бюджет невелик. Он составляет 143 миллиона всего-навсего на наше, в общем-то, довольно-таки большое поселение. Хотелось бы, конечно, чтобы консолидированный бюджет городского округа на перспективу, я думаю, нам позволит решать более глобальные задачи. Бюджет сельского поселения в 2019 году составил 143 миллиона рублей. Основная его часть была распределена на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Также большое внимание уделялось комплексному благоустройству территории. В поселке Развилка проведены ремонтные работы во дворах домов 38 и 39. Построены новые тротуары для повышения уровня безопасности пешеходов. Также приведено в порядок уличное освещение. Отремонтировано центральное шоссе населенного пункта и дорога в деревню Ощерина. В деревню Мамонова отремонтирована улица Дорожная, улица Соловьиная, новая улица Липовая, от улиц Центральной до Обрага. Главный плюс подобных встреч населения с представителями власти – это непосредственное общение в режиме реального времени и возможность разобраться в трудной ситуации. По школе бы хотелось, какие-то есть проблемы? По школе? Да, по нашей школе, потому что я знаю, что классы переполнены. В одну смену у нас все ведутся занятия. Те школьные кабинеты, которые были отведены под классы, все работают. Вы говорите, что школа работает, классы переполнены, есть небольшое преувеличение наполняемости классов, но это связано с тем, что поселок растет, строятся новые дома, возводятся микрорайоны, школа одна на поселке. Дополнив ответ, директора школы, заместитель главы Ленинского района Сергей Гаврилов проинформировал, что в государственную программу включено строительство школы на 1350 мест на территории нового жилого комплекса «Римский квартал». В этом году мы начинаем проектирование, соответственно, делаем проект, экспертизу проходим и выходим на строительную монтажную работу школы на 1350 мест. И также там детский сад на 340 мест, также у нас в государственной программе. Я уже сказал, что два мы открываем в этом году после ввода к эксплуатации. И также 340 мест начинаем проектирование в этом году. Также многих жителей волновали вопросы в сфере здравоохранения. В поликлинике оборудование все старое, не только рентген и другое оборудование. То есть посмотреть комплексно, решить вопрос. Решить вопрос со специалистами, чтобы у нас была не амбулатория, а поликлиника. Конечно, ремонт нам нужен, конечно, оборудование нам нужно. Жители у нас растут, поликлиника нам нужна. 250 посещений в смену, которые есть, мы не укладываемся в них. И очень рассчитываем на ту поликлинику, которая будет в рамках застройки Римского квартала. За достигнутые успехи в профессиональной и общественной деятельности жители сельского поселения были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. У нас очень активный общественный совет. Буквально вчера избран новый состав Совета ветеранов. То есть у нас еще и общественная жизнь очень бурно проходит. Общественный совет вообще это прекрасный помощник для нас, для депутатов. Они выходят постоянно с какими-то инициативами. У нас в прошлом году мы выиграли два проекта нашего поселения, выиграли по инициативному бюджетированию. И благодаря этому у нас появились в сквере детства новая спортивная и новая детская площадка. В этом году будем тоже участвовать. К сожалению, невозможно сразу решить все проблемы. Но, как заверила глава развилковской администрации Марина Комардина, местная власть будет продолжать дальнейшую работу, рассчитывая на помощь организаций и, конечно же, самих граждан. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В здании администрации состоялся круглый стол под названием «От проекта до объекта» для предпринимателей, проектировщиков и застройщиков округа. Представители Центра содействия строительству, созданного при правительстве Московской области в 2017 году, провели семинар по разъяснению актуальных вопросов и оказанию поддержки малому бизнесу. Сегодня хотим рассказать о Центре содействия строительства, о его деятельности, о прошедшей проведенных мероприятиях и запланированных на следующий год, об услугах, которые оказывает Центр содействия строительства, о той помощи, которую мы оказываем застройщикам в получении исходно-разрешительной документации для получения разрешения на строительство и рассмотреть как раз такую актуальную тему, как получить разрешение на строительство по рядам действий. Первый круглый стол прошел именно в Ленинском городском округе по причине высокой градостроительной активности и большого количества потенциальных застройщиков территории среди малого бизнеса. Водный экскурс и погружение тех застройщиков, относящихся к малому бизнесу, которые хотят так или иначе начать строительство на принадлежащих им земельных участках и в попытках оформить документацию, пытаются обратиться в различные станции и ведомства, и результат получается отрицательный. И максимально, чтобы как-то систематизировать у них в голове этот процесс, вот такая первая встреча проведена. Подобные мероприятия позже состоятся и в других муниципалитетах области. Лучше запоминать правила поведения на проезжей части и то, что дорога не игра, помогают мероприятия, которые проводят сотрудники ГИБДД с учениками школ и воспитанниками детских садов. В очередной акции приняли участие ребята из прогимназии. Свою лепту в общее дело внесла и наш корреспондент Татьяна Брылова. Ребята из третьих и четвертых классов Видновской прогимназии приняли участие в мероприятии по безопасности дорожного движения вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Сначала всем раздали агитационные материалы и мини-плакаты, которые нарисовали сами же ученики, а также напомнили о правилах дорожного движения, ведь все происходило рядом с дорогой и на дороге. Мы, соответственно, пытаемся развить у них внимание на дороге, прежде всего, перед тем, как переходить в проезжую часть. Мы объясняем еще раз детям, что необходимо посмотреть сначала налево, потому как автомобиль ближе всего находится к нам с левой стороны. Соответственно, посмотреть направо и только убедившись в своей собственной безопасности переходить в проезжую часть. Задача была поставлена максимально простая – передвигаясь вдоль проезжей части, прикреплять к автомобилям, припаркованным на обочинах, агитационные мини-плакаты. Вот этот мини-плакат, который нарисовала ученица прогимназии Настя Огородова, я решила разместить вот на этом Ниссане. Я думаю, что водитель увидит его и будет ездить аккуратнее. Ваня Малиновский говорит, что всегда соблюдает правила на дороге и хорошо знает обязанности не только пешеходов, но даже и водителей. Где нет пешеходного перехода, нельзя ходить. Можно ходить только где он есть. И еще нельзя навешать правила, а то полиция может арестовать и решить прав. Изображенные ребятами сюжеты на мини-плакатах без лишних слов рассказывают важность соблюдения правил всеми участниками дорожного движения. К слову, старшие ученики прогимназии уже довольно часто передвигаются по городу без сопровождения взрослых. Поэтому и правила знают на зубок. Смотреть направо, налево. Еще надо прислушаться, ездить ли машина. Еще, когда горит зеленый, тогда ты идешь, а когда красный, ты должен ждать, когда машины проедут. Нужно переходить только по пешеходному переходу. Передвигаясь вдоль проезжей части, школьники вместе с педагогами и сотрудниками ГИБДД выполняли поставленную задачу. И вскоре все машины, припаркованные по направлению от школы номер 4 до здания налоговой инспекции, были увешаны яркими картинками с агитационными материалами, не заметить которые было невозможно. По пути юным помощникам госавтоинспекции то и дело предлагалось решить дорожную ситуацию. На противоположную сторону улицы, как мы должны перейти дорогу? По пешеходу и туда. По пешеходному переходу, да? А если нет пешеходного? А если нет пешеходного перехода? Да, пока машина все проедет, пройти спокойно. Финишем этого интересного и полезного мероприятия стало здание налоговой инспекции, где ребята вручили информационные материалы и свои рисунки посетителям учреждения. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В библиотеках Подмосковья продолжается акция про героя, посвященная грядущему 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В импровизированных мини-студиях любой желающий может создать ролик о своем герое войны. На записи первых видео в Развилковской библиотеке побывала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Екатерины Борисовой. В 11 библиотеках округа два месяца подряд будут работать мини-видео-студии, где каждый желающий сможет прийти и записать видеоролик о своем герое войны. Одна из таких студий открылась в библиотеке поселка Развилка. Давайте посмотрим, как это происходит. Рассказать о своих героях войны в рамках подмосковной акции про героя в этот день в Развилковскую библиотеку пришли воспитанники Центра досуга Картино. Они вызвались сами, они хотели рассказать про своих прадедушек уже. Прошло время, когда дедушки были, уже прадедушки. Они маленькие, они с большим удовольствием, гордостью какой-то внутренней придумали все эти рассказы, немного порепетировали и вот пришли на съемку. Девочки регулярно участвуют в мероприятиях, посвященных Дню Победы, поэтому с радостью откликнулись на предложение записать ролик о своих героях войны. Таисия Юпина рассказала о своем прадедушке Иване Осиповиче Лебедеве. Был радист. Вместе со своими боевыми товарищами обеспечивал четкую и бесперебойную радиосвязь командования армии с фронту. Заведующая библиотекой Ольга Колыванова не только руководила процессом съемок, но и сама приняла участие в акции. Мой дед прошел всю войну, дошел до Берлина и вернулся с войны не в 45-м, а в 47-м, потому что помогал освобождать дружественную Польшу. На запись ролика дается одна минута. Чтобы уложиться в отведенное время, текст следует заранее подготовить и выучить. Сначала он должен представить своего героя год рождения. Если есть информация о том, где он воевал и в какой период, рассказать о подвиге. То есть не абстрактно рассказать, вот мой дед герой, потому что он воевал и у него много наград. Нет. Он должен именно рассказать о каком-то подвиге и в конце обязательно подчеркнуть, почему считает его героем. Лучшие ролики опубликуют на сайте прогероя РФ. Будут транслировать на фасадах зданий и в парках Подмосковья. А также они станут частью мультимедийного мемориала, в строящемся сейчас музейном комплексе «Зоя» в подмосковном Петрищеве, который будет открыт к 9 мая. Все рассказы жители нашего муниципалитета смогут увидеть также на телеканалах ТВ «Развилка» и «Видное ТВ». Папарин Андрей Алексеевич родился в 1910 году. Был призван на войну 24 июня 1941 года. Чтобы принять участие в акции, необходимо выбрать ближайшую к вам библиотеку и записаться на определенное время. Не забудьте принести с собой фотографию своего героя войны. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. «Видное ТВ». И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!